итак добрый вечер уважаемые друзья сегодня мы ведем прямой эфир из майами это южная флорида сша и эфир примерно будет длиться час тема у нас сегодня немножко провокационная но я считаю что она архи актуальна я думаю что меня все правильно поймут и тема звучит так я толстая или моя девушка толстая в общем все что вы хотели бы узнать в рамках этой темы мы сегодня будем обсуждать у нас есть примерно час или минут сорок чтобы все все тщательно объяснить что происходит когда мы вот под таким лозунгом находимся вы можете со мной поспорить можете все что думаете написать по этому поводу автором самых запоминающихся по делу очень таких правильных вопросов мы сегодня презентуем сеансы психотерапии которые помогут вам похудеть которые помогут реально сдвинуть с мертвой точки ситуацию потому что многие возможно будут со мной спорить что-то объяснять мотивировать но я предлагаю более конструктивный подход все таки начать худеть я конечно сейчас начну свою вступительную речь а потом мы обсудим то что вы напишете уважаемые друзья я бы очень хотел чтобы мы с вами сегодня поговорили они просто докладчиков заслушали и поймите я выступаю здесь не как врач какой-то общей практике я врач психотерапевт и уж точно я не психолог прошу вас не путайте меня с какими-то психологами которые в 90 процентах случаях не имеют никакого образования вообще и уж точно не имеют медицинского врачебного образования и врачебного стажа ними поэтому с вами будет говорить врач и когда я говорю что вы вот толстая а взаглаял вот так вот тему нашего эфира то это тоже я говорю не случайно я объясню свою позицию почему я так невежливо грубо сказал и так давайте поприветствую тех кто у нас сегодня уже присоединился ну в первую очередь мы смотрим площадку инстаграм площадка инстаграм очень давно нами любима и мы там работаем в прямом эфире уже очень очень давно я всех приветствую вот мне машут ручкой я тоже всех приветствую фамилии называть не буду но те кто присоединился я вас всех уважаемые друзья приветствую спасибо вы лучше вопросы пишите что вас интересует в рамках этой темы я толстая сегодня программа а беседует с вами врач психотерапевт гужагин виктор владимирович автором наиболее таких интересных вопросов сегодня мы в прямом эфире предоставим как бонус специальный комплект сеансов там 7 сеансов гипноза с нашими рекомендациями по похуданию это все у вас будет абсолютно бесплатно смотрим площадку тик ток тоже вижу очень много уже людей присоединилась и благодарят за то что тему актуальную мы сегодня открыли и вот я всех всех здесь приветствую уважаемые друзья спасибо всех перечислять не буду это десятки даже сотни человек ну вот пишут о это про меня но класса что вы еще смайлик такой со слезками ничего ничего вот от осознания свои проблемы идет успех это самая первая стадия мы сейчас об этом поговорить ага вот говорят подождите не говорите сейчас мужа позову пусть послушает ну классно давайте-ка семьями прямо примкните голубому экрану я вас очень-очень жду семьями а так передай привет альвина привет альвина так 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 всем привет из вязников хорошо иногда нашу площадку используют как какую-то рекламную площадку я не против пожалуйста передавайте приветы бабушкам дедушкам любимым пожалуйста но лучше вообще писать про проблему то есть вообще что-то беспокоит можно ли есть черный хлеб нет почему зимой толстею а летом худею зимой никто не двигается только лежит и смотрит телевизор летом двигается огород дача речка ягоды грибы естественно все это очень быстро летом худеется всем рекомендую летом заняться собою но и конечно вам не надо греть свое тело зимой же надо греться холодно некоторых регионах нашей страны так что все тут логично десяток ну десяток может килограммов сейчас все об этом поговорим очень много-много людей на тик токи вы знаете как-то тик ток наверно самый современный сейчас формат у нас просто там не то что там сотни тысячи десятки тысяч подписчиков некоторые видео 200 тысяч подписчиков набрали и вот эта тема очень очень отозвалась как начать ну слушайте молодцы наконец-то разогрелись все уже по делу так дальше в instagram вернемся смотрю здесь вопросы помахать помахал так а если полнота связано с приемом гормональных препаратов они с перееданием классный вопрос сейчас мы об этом поговорим так 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 но смотрите молодцы проснулись так смотрим на фейсбуке а нас и фейсбуке тоже все работает замечать и так уважаемые друзья моя вступительная речь если какие-то мои суждения покажется вам какими-то провокационными неверными вы с ними не согласитесь сразу пишите будем спорить обсуждать и находите решение вопроса и так я обозначил тему нашего сегодняшнего эфира как моя девушка толстая или я толстая уважаемые друзья если вы посещали каких-то психологов каких-то психологов с медицинским малейшим может быть образованием потому что есть медицинские психологи они иногда имеют среднее медицинское образование это еще ничего есть и психологи которые имеют университетское образование это еще тоже ничего но очень Очень много в последнее время расплодилось сантехников, нейл-стилистов, портних, которые в какой-то момент стали буквально через месяц или через неделю каких-то коротких курсов психологами и вешают табличку на дверь «Я психолог». У них нет ни малейшего представления о том, что такое вообще полнота, и чтобы завлечь своих, как говорится, адептов, клиентов, они называют себя коучинги, специалисты, как угодно они себя называют, специалисты по правильному питанию, еще по каким-то проблемам. И люди клюют, чтобы каким-то образом завлечь клиентов, они придумали такие названия, как полнота, пышечки, полненькие, и в их лексиконе присутствуют вот такие какие-то ласкательные слова, уничижительные саму проблему. Понимаете, о чем я говорю? То есть они ее уничижают, делают как бы вот такой, ну, ничего страшного, пышечка, полненькая. А на самом деле они напоминают мне наркоманов, которые говорят, я курю травку. Какую травку? Они не травку курят, они курят наркотические препараты, которые делаются из каннабиоидов. Марихуана – это наркотик. Но всегда человек, находящийся в зависимости, преуменьшает степень важности проблемы, потому что ему стыдно, он как-то пытается легализовать свою глупость, свою проблему, и все время в уменьшительно-ласкательном смысле так говорит. Так алкоголики говорят, я пивко попиваю. Вот многие мамаши, которые мне вот стучатся в двери и онлайн, и просто оффлайн приходят на прием, они мне говорят, ой, да он вообще не алкоголик, он только пивко балуется. На самом деле пивной алкоголизм еще хуже, чем крепкий алкоголь. Так вот, уважаемые друзья, вот эти все адепты психологов, они тоже заражаются вот этим оправданием своей глупости. По сути говоря, они ничем важным не занимаются, психологи не в силах им помочь, потому что сами нивелировали проблему, не довели ее до какой-то крайней степени необходимости решения, и они ее так замазали у пациентов в глазах, что очень часто они говорят, да ладно, лучше психику сохранить, как бы анорексия не закончилась, можно и не худеть, и так хорошо. То есть они поют в уши им трубят то, что пациенты хотят услышать. Я с этим категорически не согласен, считаю, что это не полненькие люди, не какие-то там пухленькие, с лишним весом. Я считаю, что люди страдают ожирением. Я врач, и естественно, меня учили, что есть ожирение первой степени, второй степени и третьей степени. Если мы говорим об ожирении третьей степени, то там плюс 40, 50, 60, 100, 160 килограмм, плюс 200 килограмм. Если мы говорим об ожирении второй степени, то мы можем говорить о том, что там, ну что, ну пусть будет 15 килограмм, пусть будет 20 килограмм. Если мы говорим об ожирении первой степени, то там, уважаемые друзья, будет сколько? 5 килограмм. Но это ожирение не перестает быть ожирением. Ожирение от слова жир, то есть жир покрывает тело. А раз жир покрывает тело, не только снаружи, но есть и висцеральный жир. Жир даже есть во внутренних органах. И даже мозг может заместиться жировой тканью, если вы будете много есть и мало двигаться. Поэтому многие люди, возможно, я подозреваю, уже заместили свои нервные клеточки жировой тканью. И поэтому они очень агрессивны. Они отстаивают свою позицию. Особенно в ТикТоке, когда я обозначил вот таким образом тему, это же просто волну сопротивления вызвало. Люди стали буквально защищать свои права. Они говорят, мое тело, хочу быть жирной и буду жрать. Так и говорят. А вам какое дело? Я своего парня пошлю на три буквы. Еще там пишут. И много-много чего я им отвечаю. Уважаемые. Так вы не пробовали просто похудеть? Они говорят, вот я похудею, а парня этого пошлю куда подальше. Я говорю, так вы, уважаемые, только проиграете. Вместо того, чтобы быть благодарны этому человеку, что он сказал, ты толстая, вы должны ему сказать большое спасибо. Я бы без тебя не начала бы меняться никогда. Они говорят, нет, я его оставлю и найду себе другого, более стройного и умного. Я говорю, конечно, конечно, это хорошо для вас обоих. Во-первых, он расстанется с неумной, не только с жирной и неумной, а вы, наконец-то, найдете того, кого искали. И еще и похудеете. В общем, уважаемые друзья, действительно, у очень многих людей возникает в голове ошибка мышления. Они убеждены в том, что им меняться не надо. Пусть их любят такими, какие они есть. И вот это мой вопрос к вам. Как вы думаете, нужно ли говорить человеку то, что совершенно очевидно, он растолстел, стал жирным практически, а вы ему должны сказать об этом? Допустим, вы парень, а у вас вот девушка такая или жена, причем молодая женщина, которая, может быть, еще до 30 лет или до 35. И вот она сильно поправилась, ожирела, можно сказать. Может ли парень сказать, ты жирная? Многие говорят, зачем оскорблять? Я говорю, ну, понимаете, вот по моей практике уговоры, к сожалению, не помогают. То есть вам, может быть, делали уже 28 намеков. Вам говорили, что вы поправились. Вы говорите, ну, хорошо, я, наверное, вот в следующий понедельник начну худеть. Это же как алкоголики, все то же самое. Вы своему мужу говорите, ну, ты уже много пьешь. Он говорит, ничего, ничего. Вот сегодня только, а с понедельника брошу пить. Потом вы, допустим, высказываете ему какое-то неудовольствие в другой форме. Вы уже по-хорошему с ними говорите или с вами говорят. А вы все равно покупаете сладкий какой-нибудь тортик, булочки и продолжаете печатать свои килограммы. И в противном случае, чтобы вот уже до какого-то адского состояния вас не довести, вот молодой человек, наверное, все-таки должен бросить вам вызов. Поймите, я исхожу из того, что еще Дейл Карнеги говорил, что если уже ничто не помогает, если все средства использованы, бросайте вызов. Поэтому, если вам сказал врач, а врач никогда не врет. Психолог вам будет замазывать всякие там глупости рассказывать об экституциональном кризисе, о каких-то там душевных терзаниях. Врач врать не будет, потому что это очень честные люди. У них есть знания по физиологии, анатомии, по патологической анатомии, патологической физиологии, по пропедевтике. Они знают, чем это все заканчивается. Не только эмоционально, но и физически для организма. Поэтому они вам четко скажут, ты толстая, у тебя ожирение. Быстро худеть, быстро, бегом. И я исхожу из того, что, уважаемые друзья, действительно надо говорить правду. И еще более правильно реагировать правильно на правду. Если вы реагируете неадекватно, если вы все время пытаетесь как-то кого-то обвинить, если вы пытаетесь найти виновного в том, что вы сами распустились, извините, ну, тогда пишите на себя жалобу. Это ваша проблема. Это проблема не этого человека. Это ваша проблема. Это вы неадекватно воспринимаете действительность. И я думаю, что если бы вы были умны, если бы у вас не было какого-то искусственного сопротивления, обид, вы бы начали менять себя, когда бы вы похудели, когда бы вы сделали то, чего от вас желает близкий человек, вы бы потом веревки вели из этого человека. Поймите с уважением друг к другу. То есть вот человек вам говорит, вы все равно это мимо ушей, как говорится, слушаете, пропускаете. Но если вы идете навстречу по желанию, ну, вот хочется ему, чтобы вы были немножко другой, более такой, ну, стройненькой, приятной, то, естественно, если вы сделаете ему приятно, он вам сделает приятно. Вы понимаете, что все ведь должно в жизни быть адекватно. Ты мне конфетку, я тебе конфетку. То есть должна быть адекватность. Если с вами рядом человек неадекватный, если он вот не идет навстречу, значит, вы начните, начните меняться вы. Так, кстати, можно вылечить человека от алкоголизма. Вы понимаете, что вы меняетесь, вы на глазах меняетесь, а он пьет, 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 он пьет от того, что с вами неинтересно, на вас смотреть, может быть, противно, он живет с вами просто по экономическим или каким-то юридическим основанием. И вы меняетесь до неузнаваемости. Представляете, может быть, очнется и пить бросит. А если не бросит, ну, значит, его проблема. Вы, может, сами как-то устроите свою жизнь иначе. В любом случае вы выигрываете. То есть, если вам бросили вызов, принимайте его. Принимайте адекватно и начинайте работать. Вместо того, чтобы адекватно отреагировать вот на такой вызов, многие люди, я уже говорил об этом, начинают оправдывать свою проблему. Они говорят, ну, вот вы оскорбляете человека, почему бы не сказать ему как-то по-доброму, ну, не помогают уговоры, ну, вот уже практика моя показывает, уже людям все, что угодно рассказали, и они слушают, и Васька слушает и ест. Поэтому, если вам уже вот так сказали, ведь никто же не идиот. Если вам сказали, значит, накипело уже, значит, все, это уже предел. Вы неадекватны сами, вы не слушаете то, что вам говорят, вы не видите, вы не слышите то, что вам уже сигналы миллионы раз посылали. И если вам так сказали, значит, уже накипело. Вы можете послать на четыре буквы или на три буквы этого человека и продолжать оставаться вот такой, какой вы есть. Но в какой-то определенный момент вам уже перестанут что-либо говорить, то есть на вас махнут рукой, и не удивляйтесь и не обижайте, если вдруг в вашей жизни появится какая-то третья женщина. А может, вы никогда о ней не узнаете. Понимаете, когда люди стучатся в закрытую дверь, они махают рукой и начинают как-то другими способами решать вопрос. Многие люди вовремя не схватывают ситуацию. Они говорят, любите меня такой, какая я есть. А как можно любить жир? Многие говорят, я зато мягкая. Вот пишут. Или пусть найдет себе какую-то селедку тощую. Или у меня это все из-за гормонов. Или у меня щитовидная железа больная. Или у меня какие-то вопросы гинекологии. Значит, уважаемые друзья, я всем пишу, это отмазки. Да, действительно, гипотиреоз мне, как врачу, совершенно понятно, замедляет обмен веществ. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые сжигают все в организме, и жир в том числе, и увеличивают скорость обмена веществ. А если нет гормонов, значит, замедляется. Но это же не приговор. Тем более, уважаемые друзья, если проблемы медицинского характера существуют, конечно, надо лечить основное заболевание. Но это не главное. Главное резко ужаться в еде и увеличить физическую нагрузку на себя. И гипотиреоз нам не приговор. Гормональные препараты тоже не приговор. Послушайте, нужно просто руками перестать складывать в организм избыточные питательные вещества. Вот и все. Вот в чем причина. Причина не в том, что вы там как-то заболели смертельно. Это все отмазки. Ко мне ежедневно приходят многие-многие пациенты. У всех патология. Сахарный диабет. Тиреотоксикоз. Или гипотиреоз. У них все там больное. Суставы так заржавели, что они даже двигаться не могут. Поясница не работает. Это все, уважаемые друзья, не является приговором. Если даже вы лежите в постели, вы можете похудеть. Просто нужно перестать жрать. Вот это основная проблема. Люди избыточно питаются. Если у вас проблемы с избыточным питанием, тогда нужно просто обратиться к врачу. Поймите, у вас нервный голод, нервный аппетит. Это возникает всегда на фоне тревоги, беспокойства, каких-то тревожно-фобических состояний. И только врач-психотерапевт, обладающий гипнотическими технологиями, трансовым состоянием, поможет вывести вас из этого тревожного, ипохондрического, депрессивного, фобического состояния. Лечитесь у врачей. Это единственное, что я хочу вам сказать. Не надо ходить к каким-то идиотам, которые ногти красили еще месяц назад, потом стали лечить людей. Это вообще нелегально. Это анлигал. Почему я нахожусь сейчас здесь, за рубежом? Потому что каждый месяц, каждый год новые технологии разрабатываются в психотерапии. Психотерапия – это медицинская дисциплина. Только врачи-психиатры могут обладать теми компетенциями, которые могут унять ваш бешеный аппетит, убрать ваши ошибки мышления, что вы там пухленькая или полненькая. Вы жирная? Перестаньте эти отмазки у себя культивировать. Признайте свою проблему. Скажите себе, я жирная. Я толстая. Я такая толстая, что я дальше жить не могу. Вся моя жизнь рушится, рушится. Мой муж пьет. Я сама вообще даже одежду не могу себе нормальную найти. Я вот вам снимал в рекламном ролике, вот анонсируя нашу программу. Паруса, я не знаю, видно было или нет, за моей спиной. Ходил долго вот в Walmart большой, огромный такой mall. Популярная сеть в США торговая. Паруса. Есть даже отделы такие. XXXX там, L. И там люди просто ходят, передвигаются, ищут себе какую-то там вот эту одежку. Такой чехол, как будто на машину. Я думаю, боже мой, какие люди лучше бы занялись собою. Это же унижение себя. Это же вообще бред сивой кобылы. И я вам говорю, остановитесь. Хватит заниматься отмазками. Сегодня начинайте заниматься собою. Заниматься собою можно только при крайней необходимости. Сначала вы должны признать проблему. Я жирная. Я толстая. Я больше так жить не могу и не хочу. Я изменю свою жизнь. Прямо сейчас начинаю меняться. Иду к холодильнику. Сейчас вот прямо беру телефон. Иду к холодильнику. Смотрю на доктора. И вышвыриваю в помойное ведро хлеб, картошку, торты, пироженки, печененки. Все мучное, все жирное. Все из холодильника выкидываю. И оставляю там только травку, овощи, фрукты. Питаюсь скромно легкой пищей. Пью воду. Вот, всегда есть бутылочка воды. Должна быть у вас под рукой. Когда вы делаете глоточек, все. Это вам вместо еды, поймите, это не к еде. И если вы просто будете даже пить воду, просто пить воду, полтора литра воды, все. Вы уже начнете худеть. Немножко можете закидывать овощей, фруктов, но вам не возбраняется есть там филе рыбки, филе курочки, филе индейки, филе какой-нибудь там телятинки. Немножко. Вот, маленький пластик. Кинули через два часа еще чего-нибудь. То есть вы перекусываете, вы не едите. В привычном смысле этого слова не три раза в день и по три блюда, а просто перекусы. Я, уважаемые друзья, вам подробно все расскажу, как врач, что и как делать. Вам нужно просто ко мне обратиться на консультацию. Конечно, у вас может быть как-то там это все затруднено по финансам. Я не дешевый врач. Но и не бывает никогда какой-то услуги или товара одновременно и дешевой, и хорошей. Она обязательно или плохая и дешевая, или дорогая и хорошая. Это закон жизни. Если человек вкладывает, инвестирует свои знания, свое образование, какие-то средства, он, естественно, и берет гонорар чуть побольше. Я вот вам и говорил, что лечиться нужно у врачей. Почему я нахожусь здесь, в США? Ну, потому что я обучаюсь новым технологиям. Нет такого, что вот сидишь на чемодане в своем багаже знаний, которые ты получил где-то 30 лет назад, и едешь на нем. Нет. Ты каждый месяц, каждый год должен получать новые знания в нормальных, потенциально таких успешных и активно успешных клиниках. Если, уважаемые друзья, у вас нет никаких материальных возможностей таких, значит, вы просто тратите на себя тысячу рублей. Я уверен, что тысячу рублей вы пройдите просто на раз. Пойдете какую-нибудь дрянину, купите торт, иногда бывает 600-700 рублей стоит. Значит, пожалуйста, хватит дрянь покупать, купите себе комплекс специальных сеансов психотерапии, где и правила похудания мои расписаны. 40 минут я рассказываю вам, с чего начать, как действовать. Потом идут сеансы гипноза. Они полностью убивают аппетит и создают безразличие к еде. И самое главное, мотивацию, чтобы все это вам было в пользу. Уважаемые друзья, то есть много, очень много вариантов решения проблемы, только нужно начать действовать. Сами не можете, обращайтесь к врачу. Если, уважаемые друзья, у вас появились какие-то вопросы, вы мне, пожалуйста, пишите. Я постараюсь ответить. Значит, мы снова просматриваем всю ленту наших посетителей сегодня и комментируем. Как вы помните, все люди, которые зададут какой-то хороший дельный вопрос и по существу, получат специальный комплект сеансов от ожирения. Это сеансы гипноза, которые могут в домашних условиях помочь вам самостоятельно похудеть. Ну вот я в инстаграме опять приветствую. И пишут. Интересно услышать ваше мнение о детском ожирении. У подруги сын в 12 лет весит более 90 килограмм. Я уже начинаю отвечать на ваши вопросы, поэтому пишите. Еще раз говорю, хороший вопрос. И у вас приз. Вы сможете хорошо, качественно похудеть. Уважаемые друзья, в отношении детей отдельная песня. Поймите, все тут гоняются за здоровьем. Они все время говорят, вот, лишь бы быть здоровой. Но, значит, психическое состояние человека, я психиатр, вообще никого не интересует. А вы понимаете, что ваш ребенок, которому 12 лет, он вам потом спасибо не скажет через 2-3 года, когда все будут уже, девочки, как говорится, внимание распределят на всех мальчиков, которые в нормальной физической форме. А он будет стоять где-то в сторонке и скучать, потому что на него ни одна девочка не обратит внимания. У него начнутся комплексы, его еще начнут обзывать, дети же очень жестокие. И начнется вообще страшное. Человек может даже шагнуть с крыши. Поэтому вы, родители-то, функцию свою понимаете или нет? Вы отвечаете за ребенка. Вам специально даны все права, чтобы регулировать психическое и физическое состояние ребенка. Даже органы опеки, вот они все время говорят, что вот, оставление в опасности ребенка, и за это мы можем отобрать ребенка. А почему не лишают родительских прав родителей, которые довели ребенка до, вот, 90 килограмм? Вы понимаете, что он ведь сам-то ведь не может набрать вес? Это вы ему в халоин их напихали продуктов, которые есть ему нельзя. Мучное, жирное и сладкое вообще нельзя. В общем, у меня очень много детей и подростков. Лечится вы ко мне, направьте вашего вот этого мальчика, знакомой, сына. И мы все качественно сделаем. Похудеет хорошо, скажет спасибо и вам, и маме своей. Ну вот, коротко ответил. Так, дальше смотрим, что пишут. Опять много-много людей присоединилось. Вот. Пишут. Я считаю, что нужно постараться понять, помочь. Мы с мужем говорили друг другу, если поправляемся. Ну, классно, если вы находитесь в хороших, адекватных отношениях. Замечательно, если вы слушаете друг другу. Конечно, лучше понять, помочь. Но мы говорим о том, что Васька слушает и ест. То есть, есть люди, которые неуважительно относятся друг к другу. Они агрессивно защищают свою позицию. Была и буду толстой, и все. Не нравится, никто не держит. Вот прямо так пишут. То есть, они говорят, а мне наплевать, зато моим друзьям я нравлюсь. Я им говорю, ну, ведь с друзьями-то, ведь семью не создашь. Вы о чем говорите? Зачем вам все эти люди? Тем более, многие друзья, в кавычках, и подруги очень хорошо будут к вам относиться, потому что на вашем фоне толстой женщины худенькие очень хорошо смотрятся выигрышно. Всегда худенькая берет с собой какую-нибудь страшную или безобразную толстую тетю, с которой идет куда-нибудь, знаете, знакомиться с кем-то. Естественно, ее будут предпочитать. А если две такие конкурирующие дамочки придут в какое-то мужское общество, тут неизвестно, кого предпочтут. В общем, тут все совершенно ясно и понятно, как 3 рубля. Поэтому, естественно, лучше со взаимопониманием, с респектом, с уважением решать эту проблему. Но если нет, значит, говорите. Говорите правду. Так, еще раз тут ко мне стучаться на эфир. Я вас всех приветствую, друзья. Задавайте ваши вопросы. Очень рад всем участникам, которые присоединяются. В инстаграме очень много людей. Здравствуйте, здравствуйте. Машут мне тут ручкой. Спасибо огромное. Некоторые с пониманием относятся. Некоторые даже пишут. В чем вопрос, доктор? Ну, действительно, чего тут спорить? Вроде бы совершенно ясно, что есть проблемы, ее надо решать. И вот здесь я объясню, в чем именно проблема. Проблема в том, что занимаясь психотерапией, уже примерно 30 лет, без перерыва, каждый день, я сталкиваюсь с такой удивительной проблемой. Все, когда вот кто бы ко мне не пришел, они начинают с чего-то совершенно неважного. Они начинают говорить обо всем и обо вся. А я это обычно не слушаю. Потому что я знаю, что где-то через минут 15, ну, слава богу, если через 10, иногда через 40 минут, иногда через 50, человек скажет, наконец-то, правду. Все, что говорит человек в самую последнюю очередь, то есть в самом конце, это и есть правда. Все до этого, это оправдание того, как он дожил до жизни такой. Потому что начнет рассказывать, что у него проблемы нет. Приходит алкоголик, говорит, да я вообще не алкоголик, да у меня все классно, меня тут затолкали мать и отец и жена, да я вообще не пью, да мне все вообще в кайф, жизнь хорошо. В конце скажет, помогите доктору. То же самое женщина с ожирением, начнет рассказывать, у меня гипотиреоз, а я вот люблю, мне нужно, чтобы было вкусно, как это не есть, у меня 40 килограмм, что мне теперь не есть вообще никогда. Это все, уважаемые друзья. И в конце только скажет, ну, помогите мне похудеть. Понимаете, у людей идет внутреннее сопротивление. Так устроен человек, он не хочет выглядеть глупо в глазах своих и окружающих его, даже близких или врача. Но я говорю все время, что с врачом нужно быть предельно честно. Или правду, или вообще ничего. Если, конечно, вы не заинтересованы в результате вашего вот этого общения и в результатах вашего труда. Если вам все это совершенно безразлично, вы не заинтересованы, то говорите всякую чушь. Так вот, речь идет, уважаемые друзья, о внутреннем сопротивлении. Это активный негативизм. Так устроила нас природа. Это свойство человеческой психики. Он все время будет защищать себя, потому что ему кажется человеку, что на него совершается какая-то агрессия. А на самом деле ему просто добра желают, никто не хочет его унизить. Просто если бы он адекватно, без обид, отреагировал на замечание «ты толстая», было бы гораздо лучше для самого человека. Я, уважаемые друзья, исхожу еще из второго посыла. Я говорил вам о Дейле Карнеге, который говорил, если ничто не помогает, бросайте вызов. Также есть великий психолог Фром, который говорил, что воспринимая человека таким, какой он есть, мы делаем ему только хуже. Мы замазываем ему глаза, он заходит все дальше и дальше в тупик, и мы поощряем и развращаем проблему человека. Вам сейчас врач-психотерапевт Гужагин Виктор Владимирович бросает вызов. Если ваш близкий человек находится в огромной зависимости от вас, если он все время врет, потому что вы его шантажируете сексуально, вы, может быть, не оказываете сексуальных услуг, если он как-то говорит вам какие-то колкости, вы его подмяли под себя, вы его шантажируете этим. Может быть, сексуальные отношения у вас уже давно закончились, но вы родили ему детей, и вы шантажируете его детьми, а для него дети важны. Он вас как женщина уже не очень воспринимает, вы его шантажируете детьми, и он зависим от вас в этой части. И вы его тоже подмяли, он не может вам сказать правду. Или какие-то иные обстоятельства экономического характера. Допустим, у вас там квартира, вот жить больше негде, а он не может там ни шаг влево, ни шаг вправо сделать, потому что, ну, если вы расстанетесь, значит, две трети вам и детям, а дети всегда с матерью остаются. То есть он проигрывает экономически, он проигрывает юридически. То есть мужчины очень многие, они зависимы от женщин, они вам правду не говорят, и женщины это используют, и тем самым подавляя мужчину, они защищают себя, свое реноме, и мужчины позволяют им делать то, что они делают. А на самом деле думают-то мужчины совсем не так. Поэтому они вам врут, говорят, какая ты красивая, какая ты хорошая, потом раз изменил, вы говорите, так ты же мне говорил, что я красивая. Он сказал, я солгал, потому что ты меня держишь зависимостью. В общем, уважаемые друзья, если вот такая ситуация у вас сложилась, такая сложная игра, я вам врач, психотерапевт, Гужагин Виктор Владимирович, бросаю вызов, я вам говорю, вы жирная, вы толстая, я не ваш парень, но я говорю за парня слова. Поймите, единственное, что может вас спасти, это признание проблемы. Ну ничего, как говорится, мы будем ее решать. А у вас есть всегда рядом, просто вот протяните руку, кнопочки набейте. Доктор Гужагин, я занимаюсь 30 лет тем, что спасаю семьи от разводов. Когда женщина похудеет, весь мир меняется, потому что женщина действительно паровоз, это она везет семью на себе, на своих хрупких плечах. А мужчина, кстати, очень хорошо отзывается на какие-то положительные перемены, которые женщина делает в себе. Поймите, это было всегда, испокон веков. Благодаря женщине менялся мир. Именно во имя и в честь женщины совершались все подвиги. Вы почитаете историческую литературу, вы посмотрите фильмы хотя бы какие-то исторические, там же все про это. Если женщина полностью пленила мужчину, короли объявляли войны, целые армии погибали, чтобы женщине доставить удовольствие или завоевать сердце женщины. Поэтому хотите чего-то, становитесь красивой, стройной, подтянутой, и будут брошены к вашим ногам королевства, автомобили, шмотки, поездки, квартиры, дачи и прочее. Ничего не хотите, тоже хорошо. Живите и жрите в одиночестве. Все, что хотел, сказал, уважаемые друзья. Еще посмотрю, что у вас тут появилось, какие новые мысли. Если новых мыслей нет, то мы плавно будем закругляться. Сегодня эфир шел на трех площадках. Инстаграм, ТикТок, Фейсбук. И мы, уважаемые друзья, обязательно с вами будем встречаться и далее. В субботу обычно проходит у нас все в 19 часов по Москве, в 21 час по Екатеринбургу. И с вами был доктор Гужагин, врач-психотерапевт. Сегодня будет примирован участник с вопросом, почему так вот реагируют люди на замечания. То есть это был прекрасный вопрос. Внутреннее сопротивление активный негативизм. Я сказал, что если бы люди убрали свое сопротивление, признали проблему, они бы решили ее и были бы счастливы. Причина всему активный негативизм. Вот автору этого вопроса я презентую 7 сеансов гипноза с расширенными правилами по пищевому поведению. 10 правил доктора Гужагина будете соблюдать, слушать мои сеансы, похудеете хоть на 40 килограмм. Там есть элементы кодирования, и вы прекрасно справитесь без мучений с помощью врача-психотерапевта. Лечитесь у врачей-психотерапевта. Не ходите никаким нейл-стилистам, сантехникам. Они доведут вас до катастрофы, до анорексии доведут. А это еще хуже. Поэтому, уважаемые друзья, это психиатрическая проблема, связанная часто с депрессией, с фобиями, с какими-то психологическими вещами, которые не будем обзывать ярлыками психиатрическими. Но только врач-психиатр сможет реально оказать вам помощь. Лечение проводится онлайн. Это, как правило, часовая встреча онлайн, по WhatsApp, по Viber, неважно. И одной встречи достаточно, чтобы изменить все в вашей жизни и забыть о том, что вы толстый. С вами был доктор Гужагин. Все сообщения вы можете писать мне в личную, в личные в личные сообщения или по WhatsApp. Это проще всего, потому что, ну, я ее, эту почту на WhatsApp всегда читаю, она всегда со мной. И телефон простой. Плюс семь, девятьсот двадцать два, двадцать, триста шестьдесят девять, двадцать два. Доктор Гужагин был с вами в прямом эфире. И, как вишенка на торте, как говорится, мне тут пишет одна участница. Как вы правы. О, аллилуйя! Если даже один человек как-то понял, что я сегодня говорил, я счастлив. Я счастлив, и, значит, эфир наш абсолютно удался. Я желаю вам всем, уважаемые девушки, молодые и не очень. Я сам не молоденький. Как-то блюсти себя. Уважение к себе проявлять, не вот так формально обижаясь на какие-то замечания, а уважение, держа свой внешний вид. и здоровье, конечно, в порядке. Ну, еще пишет спасибо, я вас услышала. Вот, услышали меня, увидели, и это классно. На сегодня все, уважаемые друзья, с вами был врач-психотерапевт Гужагин. До следующей субботы, суббота, 21 час по Екатеринбургу, 19 часов по Москве. Любые вопросы, любые какие-то консультации, пожалуйста, к вашим услугам. Доктор Гужагин, просто наберите в интернете, попадайте на мой сайт, на все соцсети, и где вам нравится, держитесь со мной вконтакте. Пока! До свидания! Редактор субтитров Корректор Субтитров